Михаэл, агрессивность на рестартах Канана и Монтой, а здесь серьезно в аварии Грэм Рейхал разбивает машину в столкновении с гонщиком команды Дейл Коэн Рейсинг. Кто это, Пипа Манна или Тристан Вотье? По-моему, Тристан. По-моему, это Тристан Вотье. Да, похоже, что действительно это именно француз. 19 номер, да, это Тристан Вотье. Грэмом Рейхалом все в порядке, он самостоятельно сейчас покидает кокпит разбитой машины. Очков здесь Грэм Рейхал не заработает, это серьезнейший удар по его чемпионским шансам. Да, вот как раз то, о чем мы сегодня говорили, да? Будем надеяться, что с Тристаном у тебя все в порядке. Так, Тристан выходит из машины, все хорошо вроде бы. И Грэм Рейхал сразу идет к Тристану, будем надеяться, что не разбираться, а поинтересоваться состоянием здоровья, хотя, похоже, Грэм Рейхал недоволен. Я сомневаюсь, что здоровьем интересоваться найдет. Но мы не видели начало этого эпизода, поэтому пока что тяжело говорить, что именно. Да, высказывает. Его можно понять. Но, опять же, мы не видели, как это произошло. Надеюсь, что этот эпизод попал в поле зрения телекамер. Но в любом случае на машине Грэма Рейхала есть бортовая камера совершенно точно. Так что я думаю, сейчас мы увидим повторы с разных ракурсов. Но Грэм Рейхал очень недовольный. Хотя в этом году он как раз демонстрировал спокойствие до этого эпизода, что помогало ему, в том числе, по ходу длинных гонок зачастую из не самых выгодных ситуаций подниматься наверх. Но самое главное, что сейчас не самая выгодная позиция для разборок на трассе прямо находясь. Я, собственно, как раз учитывая, о чем мы говорили несколькими минутами ранее, о том, что сейчас руководство серии Индикар за этим следит. И, может быть, Грэйхал даже и получит наказание. Не получит, потому что мы ничего не услышали. А там не только, в общем, можно слышать. Там речь шла и о том, что вести себя, поведение пилота. Там достаточно большой список. То есть он должен был, если, например, это вина в Ауте, он должен был подойти и сейчас улыбнуться и руку ему пожать, сказать спасибо, да? Да, по логике вещей. Поставаться здоровьем. Отлично. Ну, это почти мой стиль. Давайте посмотрим, что произошло. Вот план с машиной Грэмор Ох. Да, ну я бы сказал. Но мы здесь видели, что он боролся с Джастином Уилсоном, а вот Рестан вот тебе был позади, и, к сожалению, не видно, как тебя в Ауте вёл, и, собственно... Да вообще-то, мне кажется, что... Ну, давайте посмотрим, вот отличный план. А, Хвате был внутри. Понятно. Ну да, можно сказать, что Вате, конечно же, пошёл в атаку, где уже места просто не было. Да, это, конечно, глупость со стороны Вате была абсолютная, потому что, понятное дело, что у Рейхала всё внимание средоточено на Джастина Уилсона. Вот, цена, суперзамедленный повтор. Да, Вате даже зацепил обочину здесь. Да. То есть места у него абсолютно не было. У него места не было, его никто не видел, естественно, в этот момент уже, потому что все были сосредоточены на борьбе своей. И очень, конечно, серьёзная авария. И здесь, смотрите, большое количество обломков разлетало в сторону возгорания. Но, к счастью, обошлось для и Грэма Рейхала, и Трестана Ватье. Но Грэм Рейхал теряет очень важные очки. Он не наберёт ни одного балла. Сегодня, конечно же, в Астаноме ещё всё возможно, учитывая двойную порцию зачётных очков. Но посмотрим, какой будет отрыв у Грэма Рейхала. Ну, это та ситуация, как раз, про которую я говорил. То есть, если бы Ватье здесь Казба отпустил, что нужно было бы сделать, конечно, в этой ситуации, то он потерял бы, наверное... Так, ты уже был, в общем-то, лёгким, по сути, но на такой скорости... На такой скорости, конечно. Это приводит именно к таким результатам, и больше никаких вариантов здесь быть не может. Ну что же, очень, конечно, досадно за Грэма Рейхала. Кстати, вот обратите внимание, здесь в третьем повороте надпись, какой ещё четвёртый поворот, как раз. Здесь владельцы трассы в Пакано тем самым подчёркивают уникальность. Эта трасса, состоящая только из трёх виражей, хитрый треугольник Пакано Рейсвей. Мне кажется, Рейхал ещё не успел остановиться, машина его, точнее, не успела остановиться, он уже там начал размахивать руками.